Море шумит грозной волной, чайка летит рядом со мной, что ж вы друзья приуныли... Привет, мы продолжаем проходить анабиоз и что-то ходим вокруг да около какого-то реактора. Сейчас будем вспоминать, что тут да как. Куда и чего. Патроны. Я вижу патроны. Это хорошо. Опять водометная пушка. Сначала нажмем кнопочку. Так, и что у нас? Отогрев пошел? Да, это хорошо. Да, все начало таять. Двигаемся дальше. Что у нас здесь? Ой, хапнул. Ах, вот ты где, да? Да блин. Получи, распишись. Получи еще. Ох ты какой, ты прям как в фире. Да блин, я тебя не вижу. Вот что меня раздражает в местной стрельбе, это то, что... Оно очень криво сделано. Блин, я не вижу тебя. Ты где там? Кажись, все. Все, нет? На всякий пожарный. Так, чуть-чуть погреемся. Ты один там, я надеюсь, был? С другой стороны, я прохожу игру параллельно с фиром. То есть, там практически нет сюжета. Он очень медленно развивается. Зато отличная боевка. Здесь же очень крутой сюжет, но боевка просто расстраивает. Допустим, когда в меня попадают пулями, меня вот так вот аж поддергивает. И пока я привожу прицел в нормальное состояние, меня успевает попасть еще раз. Меня это очень раздражает. Местная боевка, это, конечно, ничего хорошего. Ну да ладно. Ради такой атмосферы, такого сюжета, я готов... Да, ты опять... Пять. Такого сюжета, атмосферы, я готов потерпеть... Харакататься. Ой, промазал. Попал, нет? Или подмышкой прилетел? Ну ладно, ты сиди, отдыхай пока там. Ладно, братья. Сейчас я перезаряжусь и убью тебя. Не волнуйся, все будет. Так, прикатись обратно. Молодец. Тупой. Что-то очень много начали подсовывать врагов с огнестрелом. При том, что огнестрел здесь сделан... Перестрелки еще хуже, чем кулачные бои. Опа-на! СВТ! СВТ! Ну это же просто отлично. Теперь не придется передергивать... Этот... Затвор. После каждого выстрела. Я правильно понимаю? СВТ это практически СКС. Это... Полностью автоматическая винтовка. И это круто. Надеюсь, с убойной силой у нее тоже все в порядке. Так, ну что? Как ты умер? В мозги! В мозги! Давай! В голову! Ладно. Ты там что-то ремонтируешь. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ох, хорошо, что ты вовремя вернулся. Я здесь подготовился, в общем. Нужно проверить. Давай быстрее, скоро капитан придет. Проблема там опять какая-то. Неразрешимая. И сразу ко мне. Утешай, как ребенка. Ну да ладно, возраст. Так значит, по нашим делам разрешимым. Двигай на платформу, я стержни вывел уже. Оттуда дальше будешь слушать. Угу, я так и понял, что она отъедет. Так, стержни. Я что, сейчас к реактору пойду, что ли? Давай, гоните. Там же радиация. Все дела. Так, ну я, видимо... Ладно, идем. Узнаем все по мере. Это что-то такое. Прима. Ух ты, круто. Будем решать проблемы по мере их поступления, как говорится. Так, опасна радиация. Это радует. Видимо, я сейчас облучусь. Охереть, реактор. Какой огромный. К этой. Хорошо. А, вот четвертый, да? Ну, давайте попробуем. Медлить, я думаю, не стоит. Напоминает, это, завязку первого Half-Life. Гордон Фриман. Так, чё, куда? Вон там чё-то светится. Видим, туда. Да, видимо. Так, чё такое? Блин, круто сделано. И чё? Он уже отработанный, походу, да? А это, видимо, еще нет. Я надеюсь, сейчас не произойдет. Как-то мой каскадный резонанс. Да. И сюда из измерения Зен в артигонты не полезут. Последний остался. Вот придет сейчас. Что говорить? Все, капитан. Закончились наши батарейки. Нет больше. Поизносились мы. Пржавели. Подрезкались. Посидели. Пришло время. Это сколько уже? Лет двадцать? Да. Двадцать лет. Нет, не шутки. Ну, а потом-то что? Куда податься? Этот хлам мне уже как родной. Как друг, что ли? Да нет. Пожалуй, как брат. Возишься тут и думаешь, а что, неужели есть другая жизнь? И нужна ли она мне? Так это я, ладно. А как капитан-то? Он же... Да. Ну, хорошо. Вот все на месте. Ваза-4, блокируй. Хорошо, хорошо. Закончили. Снимай режим замены, жду обратно. Так, как его снять-то? Видимо, я все правильно делаю. Да. И ты не забыл, что здесь не возвращаются той дорогой, которой пришли. Пока не упадет давление. Давай через верхний балкон. Туда, видимо, да? Ну ладно. Это было круто. Игра актеров определенно меня радует. Среди проектов, сделанных на территории бывшего союза, по-моему, по озвучке это безусловный лидер. Так, и что? Инженер. С тобой не надо ничего. Ладно, работай болезненный. Я не буду тебе мешать. Ага, мы вернулись. Все готово? Шелл. Капитан. Читай. Ты знаешь, а я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Вы мне уже вот где. Оба. Ты со своим корытом. Ржавым. Устал я. Пойми ты, не мальчик уже. Наигрался. Ничем в этот раз не помогу. Иди, иди, прошу. И можешь не метаться? Ты всех достал уже. Никто тебя здесь больше не поддержит. Ну вот. Давно пора. Сколько же можно? Обалдеть. Я только не понял, как он в итоге погиб. Но, видимо, мы все сделали правильно. Блин, даже грустно стало маленько. В этой игре очень хорошо передана трагедия людей, всю жизнь проработавших на одном месте. И просто ничего больше не умеющих делать. Не знающих, как жить по-другому. Аж мурашки, похоже, временами проскакивают. Очень круто все сделано. Так, и тот самый реактор, похоже. Мы к нему идем, да? Ну, когда у нас есть СВТ, мне, в принципе, ничего не страшно. Хотя, блин, лучше не зарекаться. Сейчас вылезет еще один паук. Откуда-нибудь оттуда. Ой, опять ты страшная жопа. Уйди от меня. Не надо, не подходи ко мне. Не-не-не-не-не. Дэвид Блейн, не, не надо. В рот мне ноги. Отойди. Ну, ладно. Фу. Так, пряму нельзя взять покурить. Хотя, конечно, курить здоровью вредит. Александр Нестеров не курит. А где реактор? Охренеть. Охренеть. Это что тут все? Взорвался, что ли? Обалдеть. Там же клеет все внизу. Там же радиация. Блин, ну все, теперь писька отвалится. Как жить? Надо уходить отсюда по-быстрому. Судя по всему, направленная ударная волна просто вынесла все наверх. Как, собственно, было в Чернобыле. Охренеть. Так, тут не прыгать, что ли? Блин, надо осторожнее быть. Давайте запишемся, чтобы не проходить все это по-новой. Да, с реактором случилась незадача. Одно непонятное, если он... Если реактору каюк, то как же у нас электричество работает на корабле? Так, это что такое? Что за звуки? А мне, видимо, туда? Или нет? Мне скорее сюда, потому что там как-то, судя по всему, не перепрыгнуть. Блин, надо быстрее уходить отсюда. Пока не получил летальную дозу. Эх, Александр Нестеров. Облучились мы с тобой. Ликвидаторы работавшие около реактора, насколько я помню. Ой, ой, ой. Да шо ты качаешься? Отличная винтовка, обалдеть. Ликвидаторы на Чернобыльской АЭС, по-моему, помянуть, что ли, работали. И в итоге, большей частью, через некоторое время, все погибли. Очень, конечно, печальная страница нашей истории. Блядь, опять вы. В очередной раз показывает. Как плохи шутки с радиацией. Хотя, конечно, у нас, как бы там, эти долбанные либералы сейчас не говорили. Да что ж ты. Очень хорошо справились с ликвидацией этой аварии. Достаточно посмотреть, как вот сейчас, недавно, авария была на Фукусиме. Выяснилось, прикиньте, они там радиоактивное топливо в ведрах доставляли. Охренеть. Видите, размешивали его такими ложками, большими лопатами. Скандал был. Блин, я сейчас погибну, пока тут разговариваю. Давай, грейся, грейся, быстрей. И в итоге ничего они с радиацией не смогли сделать. Большая часть отравленной воды у них просочилась в океан. И в воздух. И только по счастливому стечению обстоятельств не к нам, на Дальний Восток, все это пошло. А ушло в океан. Потому что если бы ветер дул в другую сторону, территория была бы заражена просто со страшной силой. Кто бы что ни говорил. Люди, кто хоть маленько разбирается в этом, прекрасно все понимают. В очередной раз показывает, насколько хорошо все было поставлено в Советском Союзе. Насколько плохо у этих долбанных епошек. Что-то меня не туда понесло, конечно. Но я надеюсь, вам эта информация была интересна. Ой-ой-ой, сварщик. Да хорэ тут морозить все. Ну, слава богу, упал. Как тебя сканаюбило-то. Ты Камасудра не занимался или йогой там? Ха-ха-ха. Алина Кабаева обзавидовалась бы. Так, что у нас здесь? Здесь у нас еще патроны. Что-то у меня, кстати говоря, не по душе то, что нам дают столько патронов. Потому что я даю патроны, и их, как правило, приходится использовать. Так, очередной. Я думал, опять нам будут давать цитаты из Старухи и Зергиль. Истории про Данко и Данко. Честно говоря, не знаю, давно читал. Но нам дают просто воспоминания членов команды. Да, конечно, авария, судя по всему, была страшная. Затопление, взрыв реактора. С командой случилось что-то страшное. Так, мне погреться где-нибудь? Не так уж у меня и много. Тепла. Ну, давайте сначала мы прекратим запись. Увидимся в следующей части. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!